давайте пока поговорим с моделью я скажу пожалуйста какие макияжи ты предпочитаешь вообще в жизни видно что у тебя классический деловой стиль смотрите очень важно когда мы будем работать с клиентами правильно подсказать потому что можно как придать элегантность косметикой можно также и навредить поэтому лена у нас типичный представитель классического романтического стиля романтический стиль у меня романтический стиль у лены как вы думаете как как это определить романтический стиль по одежде ну вот например там у нас романтический стиль деловой алия больше деловой а почему мы с лены классическое романтические кружева как бы вот эти моменты они подсказывают следующий вопрос что ты предпочитаешь использовать макияже любишь ли ты яркие какие-то образы либо ты тоже приверженец такого неудового блютияже в основном да практически чернее мы сетем по случаю все отлично сейчас я попрошу своего помощника сделать кто-то дома потом сделаем по вашим видим до и после хотя модель у нас очень красивый так вот мы посмотрим может и не стоит вообще пользоваться косметикой азмэн да может ты будешь лучше до чем вот я все может быть все зависит от рук мастера так что он либо меня тухом меняющими кстати яйца принесли в свою пасту и яйца так я отойду тогда да на рот пробавляется точно Ja Тosa сфоткал да можно начинать да да Смотрите но нам нам придется тот макияж который сейчас присутствует его снять, начинается программа, выкиньте это немедленно. Что я рекомендую вот в таких подходных условиях, когда я пришел к вам человек, нужно продемонстрировать косметику. Вы же тушь не нанесете на тушь. В этом случае я рекомендую вот такую мицеллярную воду. Очень шикарное средство. Во-первых, оно и очищает макияж, снимает, и в то же время оно подготавливает кожу. Сейчас, кстати, мы спросим нашего эксперта, ну, модель, она же будет экспертом, то есть мы будем наносить и спрашивать с ее ощущением. Тем самым поймем качество. Значит, Лена, смотри, берем спот, подносим глазик, чуть-чуть держим, и круговыми движениями снимаем. Посмотрим, насколько качественно снимает косметику. Кстати, смотрите, кто сейчас телефоны держит, то у нас же будет все это в записи. Мне кажется, вы прям наслаждаетесь на прямом процессе. Я просто несколько фотографий. Нет, я вот вообще всем. Ты эфир снимаешь? А зачем он там? Пусть будет запасное блюдо там, в общем, обычное. Конечно, обычный перед зеркалом все это снимается. Ну, я, если что, это доделаю. Снялось? Еще, да? Нет, нет, второй класс просто. Не знаю, не вижу. Отпадочная, да. Давай еще. Смотрите. Видите, тут снимает хорошо. Так, ладно. А нам тут есть на лице? Нет. Нет, нету, да? Вообще начинать не принципиально, а с бомбом, с глазом, без разницы, да? Макияж? Да, макияж. Кто снимает? А, макияж, да, без разницы. Губы накрашены? Стой, не надо идти. Вот, я все-таки предпочту немножко лицо освежить, да, потому что даже если тональных средств нет, сейчас уже начинается пыль, а в любом случае, это будет положиться, вот, все, вот. Тоже один из, ну, секретов, да, что мы к ведомам, мы наносим все по массажным линиям. То есть любые средства очищения, область носа делается по прямой. Дальше от середины мы вот так вот в боках, вот, где под глазами кожу не растягиваем и стараемся линии вести вверх, да, не растягивая кожу, вот. Правда, нет, там, честная модель. Там, без фильтров, да? Так, все. Поделись, пожалуйста, Лен, ощущениям. Я часто тебя сегодня буду спрашивать про ощущения, потому что нам важно увидеть не только цветовую ганну, да, но еще понять качество, потому что косметика Армель – это премиум сегмент. Ощущения? Ну, нежные, ну, во-первых, аромат такой ненавязчивый, прям, еле уловимый. Ну, мягенько, приятно. Щипет глаза? Нет. Вот, кстати, вот, очень многие мицеллярные воды щипят глаза. Хотя на них тоже написано, что они для снятия макияжа, но многие не могут пользоваться и снимают общим очищением. То есть умываются так проще. Но, смотрите, любое очищающее средство, оно для чего, да, чтобы удалять жир, пыль, грязь и споры. А область вокруг глаз, она у нас самая тонкая. Знаете, да, что первые ошибки у нас появляются в области глаз. Почему? Потому что кожа тоненькая, она не содержит цальных желез, и, соответственно, любые там мимические там наши улыбки, щуримся, все, гусиные лапки пошли. Поэтому обязательно специальное средство. Знакомы с этой водичкой? Можете посмотреть, кому-то пить не надо. Еще хочу добавить, очень часто от мателлярной воды остается такой эффект липкости и как будто намыленности. Здесь этого нет. Вот. Это тоже очень приятно. Да, тоже очень, кстати, важный момент. Но все равно рекомендуют... То есть если мы в каких-то походных условиях, можно было бы и дальше уже начать наносить. Но я рекомендую все-таки иметь еще вот такой тоник. А тоник, он является завершающим этапом очищения. Он убирает остатки плохой воды в том числе. И подготавливает кожу к нанесению крема. Протрешься? Не смею. Вот. Тоник, какой-то... Ай, не. Давай, давайте оставить. Ну, давай, давай. Очень важно до нанесения тонального крема, определить состояние кожи. То есть бывает настолько сухая, увядшая кожа, что мы наносим тональный крем, и у человека все морщинки сразу, как будто их не было, тоналку нанесли, они... И вылезли. Поэтому очень важно, чтобы кожа была подготовлена и увлажненной. Если бы я делала какой-то макияж на мероприятие, я бы обязательно с клиенткой встретилась и сделала ей какие-то процедуры до того. Либо мы можем использовать нашу сыворотку как экстренный вариант. Ну, если кто-то, да, даже вот себе на событие. Дальше мы обязательно наносим увлажняющий крем. Руки у меня чистые, я их портировала салфеткой. Лучше всего наносить безымянным пальцем и тоже легкими такими вот движениями. В общем, сейчас Арахим ушел, да? Сейчас Арахим. Крем очень легкий, но по текстуре. Сейчас мы спросим нашу модуль. Лена, поделись, пожалуйста, с вами ощущениями. Я немножко откачусь назад к тонику. Дело в том, что он давно появился. Это просто любовь на всю мою жизнь. Чем он тебе нравится? Ну, во-первых, да, он очень нежный, легкий. А от аромата я просто вот... Впадают, да, в блаженство, в состоянии блаженства. Потому что там аромат лишних ягод, он сладко-кислый, нежный. Ну, просто, я говорю, прелесть. Вот, крем очень легкий, быстро впитывается и не ощущается. Вот вы можете обратить внимание, что все, крем уже впитался. То есть это тоже хороший показатель, что мы быстро можем сделать макияж. На самом деле, у меня макияж утром занимает 10-15 минут со всеми подготовительными процедурами. То есть если бы крема долго впитывались, но это тоже бы откладывало свой отпечаток. Начинаем непосредственно к декору, да. У нас есть тональная основа. Кстати, для меня было открытием, что тональная основа с SPF-фильтром. Это вообще шикарная вещь, потому что, когда начинается лето, важно кожу защищать. Потому что причина появления морщин, это еще и SPF-фильтр. Кстати, одна из самых первых причин появления морщин. Вот, обратите внимание на людей, которые летом ничем не пользуются и загорают. У них к концу лета кожа очень старо выглядит. Вот, поэтому здесь мы двух зайцев с вами сразу убиваем и наносим выравнивание ултон и защищаем себя от ультрафиолетовых лучей. Плюс, тоналки, в которых содержится ультрафиолетовый фильтр, они гораздо легче ложатся, то есть они не тяжелые. Вот, сейчас мы нанесем. Расскажу, чем наносить. Смотрите, если мы идем на какое-то мероприятие, есть такая классная штука, как база под макияж. Она позволяет скрыть мелкие морщинки, шелушки, и тональный крем будет дольше держаться. Ну, сегодня протестируем, нам же важное ощущение, то есть любые крема, ну, лучше взболтать на всякий случай, я наношу всегда на руку, и с руки уже на лицо. Таким образом мы можем дозированно наносить. Так, это я нанесу так же пальцами. Тоже важно сейчас будет понять именно ощущение. То есть так же, как и крем, да? Да, так же, как и крем. То есть, видите, одного нажатия, я один раз нажала, да? И все лицо мы сейчас с вами уже охватим. Я немножко буду к вам пятую точку поворачивать, если не обижаетесь. Вот, обычно, когда демонстрируют тональные крема, наносят на одну половину, а вторую половину оставляют. Но мы все не сделаем. Сегодня будет бонус, мы сделаем все лицо. Так. Делись впечатлениями. Ощущениями точнее. Впечатления потом будут. Легкость, нежность, свежесть. Нет ощущения, что что-то тяжелое нанесло. Нет, я, кстати, никогда не пользуюсь базой. Мне кажется, прям будет асфальт. Трёпслойная. Совершенно. На самом деле нет такого ощущения. Вот я, по-своему, тоже все нанесла. Вообще лицо как будто вообще оно дышит. То есть, еще, знаете, тоже показатель хорошей косметики. Вы можете это просто крутить в руках. Если вы потеете, то это говорит о том, что косметика хорошая, она не комедогенна, то есть скоро дышит. Также точно сейчас мы будем наносить тональную основу. Кстати, тональных основ будет три. Сейчас вышел, ну, более, скажем, такой универсальный, наверное, цвет, который в лето, ну, многим девушкам подойдет. Конечно, вот, допустим, Наташа, он не подойдет. Она совсем беляночная. То есть, если мы Наташу нанесем, у нее будет маска на лице. Вот, поэтому Наталье нужно немножечко подождать. Также крем с дозатором. Очень удобно, что мы туда пальцами не лазим. Но могу сказать, что 50% успеха вашего макияжа зависит от хорошей кисти. Это не моя выдумка. Это на самом деле так. Кисть для тональной основы всегда из искусственного ворса, потому что искусственный ворс не впитывает в себя крем. То есть мы тем самым не тратим большее количество крема, да? И кисть позволяет аккуратно, равномерно нанести крем. При этом вот в этих вот носовых пазухах. Когда мы наносим пальцем, все-таки крем мы должны распределить. И хочешь не хочешь, мы все равно будем кожу растягивать. Когда мы кожу растягиваем, мы опять-таки себе создаем дополнительные... Ну, короче, дополнительные морщинки. Вот. Смотрите, крем тоже очень легкий. То есть также мы наносим по... Кстати, знаете, мне чем кисть понравилась? Она очень такую широкую область захватывает. То есть это тоже быстро. То есть мы две точки поставили. В одну сторону, смотрите, раз, два, три. Все, лоб у нас намазан. Кстати, знаете, что мы сделаем? Я забыла, что я хотела половинку нанести, сравнить тон. Лоб я уже полностью нанесла. Сейчас мы тогда вот так вот сюда половинку и скинули. Вот, еще нам на презентации говорили, что этот крем имеет свойство подстраиваться, да, под том коже. Говорили уже? Да, почитаю. Вот, смотрите, как на носике, да, удобно. То есть вот одним движением сделали, все. Крем ровно лег. В носогублой вот этой вот складочке. Возле линии роста волос. Видите, как все быстро происходит? Вот, кстати, по цвету, по-моему, она хороша. Лени по цвету очень хорошо, да. Это был один из критериев, когда я выбирала модель. Ну, здесь потом это можно все еще растушевать. Мы еще корректор будем наносить. Монтирующий такой эффект, да, какой-то, не помянут, праймером, не нравится? Ну, скажем, ну, все-таки это и тоналка тоже такая. А когда пудру сверху наносишь, это вообще песня. То есть она настолько какой-то бархатистая становится. Ну вот, смотри. Можно... Володя, ты можешь сейчас сделать фото? Ну, на камере, конечно, не видно, а вживую видно, заметно. Ну, а в том, что да, тень. Давай-ка. То есть она достаточно хорошо выравнивает тон, да? Делает его более ровным, но при этом не тяжелый цвет, да? Видно разницу, Володь? Видно разницу? Мужчина, что скажет? Ну, после того, что было ее здесь? Нет, вот две половинки. Они не поймут, наверное, мужчина. Есть разница? Так, Вики, запьем сейчас. Не, ну, на самом деле есть, 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 заметно, конечно. Все, наносим на вторую. Вот на носике прям все тоже выравнено. Кстати, вот, когда тоналка легкая, ее не страшно тоже под глаза наносить. А так обычно не наносят, Олеза? Тяжелую нет. Тоже будут, во-первых, ну, сразу все видно недочеты. Обычно такие есть эти карандашики с кисточкой. Как они правильно называются? Консилеры. Да, да, да. Ну, у нас пока их нету. Но есть легкая динамка. Видите, как кистью быстро? Да. У меня, наверное, даже минуты не ушло, да? И ровно, и не видно никаких. То есть, вот, три раза провели, все лицом и намазали. Вот, если у вас остаются остатки, можно вот область, грань подбородка и шеи тоже нести. Но у Лены прям идеальный цвет, вот, то есть, даже вот такие. Можешь открыть глаза. Вот, отлично. Следующий этап мы переходим к глазам, да? Брови любишь вот такие, какие у тебя есть или поярче? Ну, наверное, поярче-то, тогда ведь чем нужен макияж? Да. А у Лены, наверное, не будет лишнее. Ну, смотрите, я проговорю. Можем линия карандаш не наносить. У нас есть два карандаша для бровей. Чем он удобен? То, что у него есть кисточка. То есть, всегда, когда мы нанесли косметику, да, в бровках, может, кусочки там, остальные тоналки есть. В любом случае мы можем это расчесать. Вот. Когда у нас, ну, бровка неправильной формы, мы обязательно с помощью карандаша дорисовываем то, что нам нужно. У Лены форма брови идеальная, поэтому мне жизнь облегчается, мне ничего дорисовывать не надо. Это еще один критерий, по которому я не буду. Вот. Вот. Но на самом деле, вот смотрите, у меня сейчас тоже нанесены брови карандашом. Сильно заметно, что какие-то кукольные брови? Достаточно естественные. Вот. Два оттенка. Кстати, я вам потом скажу еще одну фишку, вот про эту кисточку. Напомните мне, если я, когда глаза буду красить, если я вам про эту кисточку ничего не скажу, скажи, ты там, по-моему, хотела лайфхак нам сказать. Вот. Второй цвет, он немножечко... А, вот этот вот, 96-й, больше для гладилы подойдет. Вот. А вот этот, 94-й, больше брюнеточка. А, нет, подожди, стой. Это, короче, средний, а там есть еще темный. Что это взял? Их ты же даже. Вот у меня почему-то для бровей два, когда глаза, а я, наверное, один. Нет, там он у тебя зашит. Он сейчас фотографировал. Нет. Он смотрит туда. Покажи. Это для глаз? Нет. Нет, это для глаз. Для глаз? Да. Всего, по-моему, для бровей два. Три. Там, для блондинок, средний, средний и для брюнеток. Средний, в общем, значит, у меня какого-то нет. Я, конечно, прошу прощения, я еще в цветах нет. Но, тем не менее, все равно можно подобрать. Можете нанести на руку, посмотреть цвет, текстуру. Карандаши очень мягкие. Я оценила, когда наносила на губы. То есть мы тоже губы не растягиваем. Блондинки. Буквально прям вот вдвоемная кожа. Дальше. Смотрите. Переходим к глазам. Ты блондинка какая-то? У нас есть основа под тени. Когда мы хотим, чтобы макияж держался долго, либо у кого века жирная, у многих проблем тени скатываются. Летом скатываются и вообще скатываются. То есть, когда мы наносим базу, этого уже не будет. Ну, сегодня уже... Ты же никуда идти? Ресторан там никуда не планируешь. Не планируешь. Ну, хотя, да не знаю. Не знаю. Смотря какой будет макияж, да? Я могу, знаете, вам что сказать? Вот если мы наносим тени без базы и с базой, то цвета смотрятся насыщеннее. Так как Лена у нас не привыкла к ярким макияжам, мы ей не будем сегодня наносить основу, то вдруг она слишком яркая появится, покажется. Вот смотрите, например, цвет без базы. Это вот любая косметика мы нанесли. И то же самое мы кладем на базу. А вообще, конечно, кардинально. То есть, учитывайте, да, если вы базу нанесли, то это будет гораздо ярче и насыщеннее. Ваза без базы. С базы без базы. Вот, смотрите, здесь пока разница. Один и тот же оттенок. Ну, она такая, да, телесная. Вот там находка, вот смотрите, труфе. Это с базой, это без базы. Один и тот же оттеночек мы нанесли. Вот. Есть еще тени, мне они очень понравились. Они идут кремовые. Кстати, если вы торопитесь, и вам нужно за одну минуту быть красивыми, достаточно нанести на все пека, на подвижную и под бровку. Вот такие два оттенка. И вы будете красоткой. Вот я вам сейчас даже покажу на линию. То есть, ну, вот это, конечно, под бровь мы не наносим. Это будет на подвижном веке. Вот такой цвет можно нанести на все. Так, сейчас. Главное, чтобы здесь все цветы не было. То есть, это не на лька наносится, а на подвижном? Одну кисть в работу визажисту очень мало, потому что цветов много. Ну, если планируем, то все тоже макияж делать. Соответственно, спасайте сразу кистями. Они, знаете, как будто вот там мелкие частички золота. То есть, немножко блестит, да? Вот этот цвет, светлый, он у меня сегодня под бровьем. Он придает такое легкое-легкое мерцание. И, вот, допустим, вот Лена торопится на работу, но ей нужно на планерку к начальнику прийти. И показать, что в воскресенье она долго не гуляла, не пев. Лицо у нее свежее. Вот. Вот, смотрите, сейчас я вам покажу. Открою глазик. Видно. Видите, просто свежесть. Более четкое и свежее лицо. Замечаете? Это еще не накрашены ресницы. Вот, то есть, вот этот цвет, если бы я наносила, я бы его нанесла просто на подвижное веко. Вот. На яблоко. То есть, под бровь это будет темно. Но цвет тоже очень такой интересный. Смотрите, какой он. Улегкое мерцание. Видите? То есть, мы больше ничего туда не добавляем. Вот сюда не надо. Либо, если можно скомбинировать тенями, положить на серединку глазика. Вот. Но они, видите, они идут кремовые, они именно наносятся вот на все и все. Ну, теперь используем это, чтобы в два глаза у нас было одинаково, как базу. Сделаем, соответственно, те же самые алекторосы. Кстати, я, по-моему, не спросила, когда мы, Лен, там рано на основу тебе нанесли, какие у тебя сейчас ощущения были? Есть? Ну, нет жирности вот этой вот тяжести. Не ощущается совершенно. Не напрягает меня, что не чувствуется, что что-то не нахоже на носке. Открывается. Может, все, не будем нитями никакими носить? Будем. Давайте, давайте. Интересно. Да поярче. Кстати, смотрите, еще один важный момент. Акцент делается либо на глаза, либо на губы. То есть, если вы хотите яркие глаза, значит, мы делаем, ну, бледные губы. Ну, вот насколько я знаю Лену, Лена больше выделяет губы, правильно? Соответственно, мы сегодня ей сильно яркие глаза делать будем. Ну, во-первых, ей будет непривычно, и во-вторых, она уйдет отсюда в женщину-вамку. Вот, опять же, смотрите, у нас здесь 4 палитра теней. Вот на мне сегодня вот такая палитра. Причем здесь есть тени как мерцающие, так и матовые. Соответственно, вот этими, вот этой палитрой вы можете создать как минимум, сейчас скажу, раз, два. Ну, макияжа 3-4 разных. Вот с одной пакеткой можно. То есть, его можно сделать в матовых оттенках, это будет один макияж. Его можно сделать в мерцающих тоже. Имейте в виду, что чем старше женщина, тем тона должны быть более матовые. Ну, это будет придавать ей свежесть и молодость тоже. Вот, также, вот в других тоже палеточках есть очень красивые. Вот эти тени подойдут для осени. Тоже, смотрите, здесь золото, очень красивый коричневый цвет. Женщине весне-осени, ну, то есть, вот Татьяне очень хорошо подойдет. Ирина, вам можно вот тоже такую палетку. Либо рыжеволосым, вам тоже будет хорошо. Причем, тоже есть секрет, некоторые боятся вот такими цветами пользоваться, думают, что будет эффект плачущего глаза. На самом деле, либо под нижнее веко, как у меня сегодня синее, либо мы наносим вот такой цвет на все веко и наносим черную подводку. И эффекта плачущего глаза у вас никогда не будет. У меня, я думаю, хитом продаж будет вот этот цвет являться. Мне он очень понравился, он очень ходовой. Опять же, смотрите, здесь очень такой классический коричневый, золото. Зеленое можно использовать, можно не использовать. Вот под Таней сегодня вообще, я прям увидела, думаю, вот эта палеточка. Кстати, я назову это номер 03. Вот, если у нас останется время, обязательно глазки тебе нанесем. Вот, я думаю, что Лене мы сегодня просто в бежевых тонах, без зеленого, используя матовый оттенок на краешек глаза, и на серединку мы положим вот этот вот международный цвет. И посмотрим, что из этого выйдет. Смотрите, у нас есть две кисти тоже для нанесения теней. Одна вот такая, более маленькая, тупая, это для уголков. То есть мы наносим основной оттенок, темный. И вот эта кисть для растушевки. Дальше я и тушу на тени. Так, у меня, так как на кисти немножко осталось кремовых теней, я возьму другую кисть, не армель, но тем не менее, чтобы мне хорошо нанести. Так, вот эта глазки. Темный оттенок всегда наносится под яблочко. Ну, глазной вот так. Вот, я такой классический вариант вам сегодня покажу. Технику углубляться не буду, вот. Но, если будет желание, мы можем с вами начать проводить мастер-классы. Да, сначала мы наносим зонный. И потом мы наносим. Растушевывать можно любым светлым оттенком, ну, который подходит. То есть мы вот так вот нанесли. Вот. А дальше наберем кисточку и смешиваем, как будто бы у нас ничего не получилось. Шучу, конечно. Так, ну, и тушина. Нет, хорошо. Так, открой. Вот. Я очень люблю, когда нижний век мы подводим карандашом, мы можем глаз либо уменьшить, либо придать возраст. Но когда мы наносим тени, эта линия, она как бы вот сглаживается. То есть либо наносим карандашик и его немножечко растушевываем. Я сейчас нанесу еще немножечко теней. Вот, кстати, под нижний век я нанесу вот этот вот мерцающий. Если я сейчас наверх смотри, здесь у глаз натыкну. Смотрите. Видите, уже эффект вообще накрашенного глаза. То есть вот такое подходит даже, ну, не знаю, на природу вы поехали в бане париться, но вам нужно сначала быть красивой. То есть нанеси вот так вот тенюшечки легко. Вот, и сейчас еще в уголочи глади вот сюда тоже, смотрите, светлые оттенки, они всегда расширяют, темные они сужают. Если у нас глазки близко посажены, то есть близко, это когда вот здесь глаз ваш не умещается. Соответственно, смело вот сюда мы кладем светлые оттенки. Это может быть вот такая мерцающая. Вот, либо мы можем использовать, у нас есть еще очень классная мерцающая пудра, я в нее влюбилась, вот честно скажу. И в серединку глаза я ее сегодня тоже нанесла. Она вообще творит чудеса. Вот, если вы не выспались, вы ее просто наносите на определенные зоны, и вы как с отпуска вообще приехали. Это прям хит продаж будет, честь слова. Вот, сейчас я тебе еще в серединочку. То есть лени можно вообще, ну как бы не бояться, прям вот так вот нанести. Так, закрой. Так, закрой. Вот, в процессе могут тени немножечко осыпаться. Кисть шикарная, очень мягкая, легкая. Потом потрогаете, это как прикосновение, не знаю, самого нежного цветка к лицу, не знаю. В общем, просто вот так, легким движением раз, и смахнули. Если будете прибивать, то будет синяк под низом. Либо если вы еще учитесь только наносить макияж, вы сначала наносите глаза, а потом наносите тональную основу. Такой тоже допускается, но тогда у вас уже россыпи никакой не будет. Как вам глаз ее? Классно. Делаем второй? Конечно. А давай другим цветом. Можно по-моему дойти? Да, конечно. Можешь закрыть, глазик показать. Что там? Это война там, чуть-чуть еще? Ой, да. Война там, чуть-чуть еще? Нет, никакой войны, иди сюда. Там песню поют. А, песню поют. Песню поют. Военные, что ли? Так наносишь, на тебя вот так выражены, прям, да, темные тени. А потом ты растушевываешь. Вот, кстати, если не растушевывать, видите, будет такой эффект очень яркий такой свет. Стараюсь все делать быстро. Ты, что ли? Да, не, 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 не задерживаются. Аккуратно к нам. Шсс. Поспешите, иди на всякий формирую. Точно? Ну, не, 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 а вот, так как раз. Теперь, сейчас, наверх. Вверх. Да. Что ли? Вот это цветок. Угу. Сейчас ты знаешь, что здесь немножко непротесно закрываешь. Вот, теперь он плачет. Теперь, ничего, дребуется сюда. Давай чуть-чуть. Вот, карандаши для глаз у нас трех оттенков. Есть очень красивый вот такой бирюзовый цвет. Ну и классический коричневый и черный. Вот я черный всегда использую меньше всего, потому что он всегда придает возраст. Коричневый, это самый, мне кажется, вот будет тоже ходовой. Вы можете попробовать, карандаши очень мягкие. Вот смотрите, даже, ну, у меня сейчас нет задачи Лене много карандаша нанести. Ну вот, допустим, тоже наверх посмотреть. Можно нижний век немножечко тоже оформить карандашом. Причем, если, девчонки, мы это делаем встырь ресничек, мы как бы увеличиваем объем ресниц. Для нижних это очень важно, потому что мы сильно нижние ресницы никогда тушью не прокрашиваем, потому что будет эффект перевернутого глаза. А чтобы придать вот эту вот объемность, мы используем карандаш. Видите, я глаз вообще не натягиваю. Карандаши суперские. Очень классные карандаши. Очень классные карандаши. Очень мягкие. Вот это, ну, большой показатель качества, именно когда карандаши мягкие. И служим. Вот пошла жара на карандаш. Тебе, кстати, тоже он снимет очень хорошо. Вот. Теперь мы переходим к туши. Тушь я тоже оценила. Я, наверное, больше всего из декоративки ждала тушь, не покупала уже ту, которая привыкла пользоваться. Туши у нас две. Одна – удлинение и закручивание. То есть она делает реснички более такие, вот кто любит прямо такие расчесанные, отдельные. Это вот они. И тушь три в одном – это объем и длина, и чуть-чуть подкручивание. То есть вот у кого ресницы, ну, такие маленькие, вот я думаю, что вот этот вариант. Если густота есть, но они не длинные, то можно использовать вот эту. Хотя, вот честно, я когда первый раз тестировала, я на один глаз нанесла одну, на другую – другую. Визуально сильно не было большой разницы, но мне вот для моих ресниц три в одном больше понравилось. Для Лены я думаю, что мы тоже возьмем три в одном. Кстати, давайте я вам покажу, какие кисточки там, да? Кисточки очень интересные, необычные. Вот, но… Это три в одном? Кстати, когда тушь раскрываем, никогда не делайте вот так. Туда заходит воздух, и тушь быстрее начинает пользоваться. Мы закрываем и открываем выкручивающими движениями. Это продлевает срок вашей туши. Ну и никогда, конечно, не слиняли. А карандашик там, когда было, закрасили, там что-то лайфхак должен был быть? Это сейчас, да. Вот, видите тоже. Смотрите, когда мы красимся сами, вы красим сначала верхние или нижние ресницы? Нижние. Верхние. Я верхние. А я нижние. Красим сначала нижние. Я сначала нижние. Почему? Потому что если мы накрасили верхние и красим нижние, у нас этот взгляд куда смотрит? Вверх. И верхние ресницы отпечатывают на туши. Вот, но даже если такое случилось, тушь настолько классная, вы не стремитесь сразу брать ватную палочку и ее стирать. Берете наш карандаш для бровей. У него есть вот такая замечательная кисточка. Дали чуть-чуть просохнуть туши и просто вот так вот провели. И вся тушь вот эта, которую у вас точечки оставила, или вдруг вы там тыкнули вниз, убирается в полсекунды. Вообще вот это вот был мой лайфхак. Запомним. Да. А когда я крашу модель, то я... Открываю глаза. Будем вот так вот это делать. То есть можно либо снизу вот так. Вот видите, я уже не знаю. Я уже вижу, как они подкрутились. Классно. Вот видите, когда вот таким методом наносишь, нижние как будто немножечко тоже прокрасились. Угу. Закрывай опять. Потом, если будет недостаточно тебе цвета и объема, уже сама докрасишь, ладно? Угу. Открывай. Угу. Видно, что очень такие расчесанные легкие листочки. И вот как раз первый мой прокон. Видите, я и капнула. Казалось бы, тут уже тоналка, да? Что делать? Наносить термальную воду, снимать. Сейчас же все смажется. Вперед. Ой. Вот этой вот стороной. Так вот провели. Правда, вытерлась. Все. Ничего нет. Фокус. Угу. Классно же? Классно. Вот это, кстати, тоже говорит о качестве туши. Мне очень нравится, что естественный глаз. Угу. Не видно сильно вот этого килограмма туши. Но в то же время взгляд, смотрите, какой выразительный. Согласны? Да. Лена засмущалась. Скажешь, скорее бы в зеркало посмотреться, да? Закрывай старый глазик. Вот знаете, к хорошему быстро привыкаешь. Она же меня теперь будет вызывать скорость ей на работу. Гарни в помедельник, пятница. Суббота, с воскресенью окружаются. Что цветок больнич Estados? Да. Гарни в замок. Девочки, дружите со мной. Теперь просто прямо посмотри, вот перед этими зеркалами. А Леся, сама себя тоже по такой технике красишь? Нет, сама себя режешь перед зеркалом. Прямо от корней, да? Да, вот когда сам себе, не бойтесь прямо от корней. Чтобы ресницы были красивые и естественные, не нужно так быстро красить. Лучше медленно, но от корней. И прямо так вот проводим, и тогда они прямо как у бабочки такие распахнутые получаются. И когда красите, рот не открывайте. Вот тоже опять у нас туз, да? Шумбала. Тебе же не больно? Нет. Можно посильнее, да? Угу. Так. Ну, смотрите. Красотка. Дальше мы наносим компактную пудру. Она нужна, чтобы завершить макияж. И у кого жирная кожа, она избирает блеск, да? Пудры у нас две. Сейчас я вам покажу цвета. Румяна не будем вносить? Будем. Потом. Ты сначала румяна, потом... Румяна всегда потоком приглушаю, ну, как бы сравниваю ее чуть-чуть с пудрой. То есть неправильно сделаю, да, всегда? Ну, если ты сильно нанесла румяна и тебе нужно выровнять, тогда да. Да. А если ты... Я тоже сначала пудру, потом румяна так. Смотрите, пудра одна натурально бежевая, она вот для таких светленьких, вот для Наташи хорошо подойдет. Вторая более чуть-чуть желтоватая оттенок. Вот для Оли она будет хорошо. Я думаю, что лучше, ну, наверное, Ирине тоже. Но я в любом случае, смотрите, пудра не критична, она сильно вам тон не изменит. Я нанесу натуральную. Вот. Кисть шикарная, она просто на коже поет. И знаете, мне еще очень понравился... Я не скажу, чтобы аромат, но пудра она как-то интересная, очень пахнет. Вот ее, когда наносишь, прям приятно. Как я люблю говорить, лакшири, лакшири. Есть запах? Есть. Аромат есть? Понюхайте. Да, классная пахнет. Очень приятно. И у всей косметики очень легкие текстуры. Показатель качества вот этого премиум, да, это именно легкость текстур. Такое и не ощущается. Вот, не ощущается, да. И тоже, смотрите, прям вот такими вот, как... Как сказать, маховыми движениями. Взяли. С широкими пасками такими. Да, да, да. Чувствуешь, какая кисточка мягкая? Угу. Угу. Нежнейшая. Нежнейшая. Не знаю. Вот. Все. Тоже, как у младенчика на бабочке. Как-то бабочки. Матовая стала. Была ты не матовая, а стала еще матовее, да? Так. Следующий этап. Я говорила, да. То есть, смотрите, у нас есть корректирующие румяна. Они нужны, чтобы придать лицу идеальную форму. То есть, смотрите, как идеальных людей по форме лица нет. У меня нет задачи сейчас там выявлять... Ну, есть круглые лица, есть продолговатые, у кого-то при полости. То есть, вот этими румянами можно это все выровнять. То есть, это как корректор. Плюс придать рельеф вот, ну, на щечках. Опять же, это у всех по-разному. Я сейчас просто нанесу. Так. Скошенная кисть специально для нанесения румян. То есть, техник на самом деле очень много нанесения. Вот. Я сейчас просто уже молча нанесу для Лены то, что ей нужно. Вот. То есть, видите даже в каких местах. Я, кстати, никогда там не это. Только щечки объясню. Могу потом, ну, объяснить. Интересно будет. Ммм. 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 Мммм. Можем нанести вот такой цвет, да, смотрите, как сейчас будет классно, прям под кофточку. Вот, либо есть помады вот такие вот кашемировые, сейчас я тоже покажу вам несколько оттенков поближе. У них очень классная текстура, знаете, вот помаду, когда наносишь, как будто бы вот, я не знаю, тоже какой-то бархат на губах. Она очень мягкая, она легко ложится, она приятно пахнет, нету ощущения липкости, склейкости. И она, вот, кстати, у меня сейчас помада на губах, они тоже ближе к матовым, но она более такой полупрозрачный эффект дает. Ты что хочешь нанести? То есть либо можно вот это, но это будет прям поярче, это прям такой вечерний будет, ну, не ярче. Либо можно нанести, можно нанести вот такой же, как у меня, ну, тоже ярко, ну, как бы, да? Ну, как у тебя, мы уже видели, давай другое. Матовую попробуем? Матовую, матовую. Или там нужно поярче, может, отца на губах был? Нет, ну, в принципе, да. Ну, давайте помаду, вот эту, да? А, матовую, да, у тебя, там, видите, вот эта помада, матовая, посмотри. Так, под этот цвет мы можем нанести вот этот вот карандаш. Кстати, с карандашом будет ярче. Угу. Вот. Карандаш тоже можно либо как контур нанести, но в том случае, когда мы четко подобрали помаду. Если чуть-чуть расхождения, то карандаш мы наносим на все губы. Кстати, мягкий карандаш это тоже позволяет сделать. Вот. Так, малышку так у меня. Угу. Чуть-чуть у нас практически накрашиваем. Что, так мы на контур наносим? Или на все? Сейчас лени я на контур наношу. Вот. Уже контур появился. А то не было контур. Нашелся. Нашелся, да. Видите, она такая, как глянец, как блеск ложится. Угу. Угу. Ну, конечно, правильно. Давай, не тренировайся. Знаешь, как чуть-чуть так. Угу. И, а, вот это все. Угу. Угу. Она уже матовая. Видите, да, быстро сухая. А нету ощущения вот сухости вот в губах? Потому что у меня была помада-то, которая... Ну, у меня нет. Сухи, можно ли, не стирается, но зато супер не будет. Если по форме что-то тебе не понравится, тоже, ну, подделаешь, потому что, говорю, давно я не... Ну, клево. Ну, может, она должна подсохнуть потом немножечко... Угу. 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 румяна по скулке дальше взяли вот так смешали и просто вот так поставили точку вот этот прием используется на свидание интересно ну лена подходим на смотри меня это уже вечерний такой взгляд тушь и подводка просто мне кажется очень даже может быть как сидела да да там вот лампочка можно что-то подобрать по цветам себе если помаду захотите просятся сюда брови чуть-чуть по я бы сделала говоришь что не потому что когда потому что как будто мы говорим не это все-таки как-то хочется кстати очень часто я макияж когда делался то что крови не трогайте ладно я беру сейчас для блондинок стояну я тогда мимо что у меня у тебя одновременно для блондинки нет потому что у тебя тёмно а по-моему это тёмно-коричневый светло-коричневый для блондинок понравится мы кстати нанесем и посмотрим разницу да тоже смотрите карандаш можно контур нанести и если вам покажется слишком много допустим мы можем растушевать щёточкой давай одну бровь посмотрим подождите нет а вот вот и да так мы сравниваем две уже разница такой лицо становится брови это основание лица если брови не оформлены как будто у вас нет вот смотри с равно это с одной стороны да да вот Притом, что у человека брови правильные, да? Законченные, законченные. Ну вот, кстати, да, не для блондинок, а он, в принципе, подходит по цвету. Нет, умываться надо, да? Ложиться с макияжем очень вредно. Ну, вот опять же, да, мы сейчас будем отзывами делиться, но мне нравится, понравилась эта косметика за текстуры и за естественность. То есть, вот видно прямо, что дорогая женщина пришла, хотя те вот, кто смотрит эфир, могу сказать, что цены для премиум-качества очень ограниченные. Да, возьми чистенький. А вот здесь чистенький. Сейчас, когда Лена к нам вернется, можем либо аплодировать. Цветы в студию! Шампунская. Зелень. Как вам мастер-класс? Спасибо, Олеся. Супер. Давайте еще раз, Лена сядет, сделаем фотосессию с ней. С фотками, с бровями сфоткал? Нет, нет еще. Угу. Аeri. Олеся. Мы отзываем, поставим. Алла.